PixArt это фотошоп для зумеров. По крайней мере так написал Forbes. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. А еще он написал, что Avaness Avayan, создатель приложения кстати из Еревана, фактически миллиардер. Инвесторы из Кремниевой долины оценили стартап в полтора миллиарда долларов. У приложения есть бесплатный тариф, хотя оно и активно просит денег. Кстати вот именно с PixArt я бы сказал, что денег они просят вполне заслуженно. Если вы чаще в телефоне, чем на ПК, мне кажется проще заплатить две тысячи в год, и вопрос с обработкой изображений для вас отпадет. Более того, тут есть возможность обрабатывать и видео, но об этом точно не сегодня. В принципе можно работать и бесплатно и без регистрации, но с ограниченным функционалом и рекламой. Итак, инструментов тут достаточно много. Поэтому рассказать про приложение — это почти как рассказать про Photoshop. То есть один скринкаст на один инструмент. Поэтому сегодня просто что-нибудь сделаем. Например, вырежем фон у фото. А со всем обилием инструментов я надеюсь вы разберетесь самостоятельно. Итак, фон мы выбрали. Внизу инструменты редактирования. Нам нужно добавить фото. Выбираем фото и ба-бамс, черный экран. Не знаю, почему приложение не дает записывать скринкаст. Такое бывает вроде только в связи с безопасностью, а причем тут безопасность непонятно. Но факт остается фактом. Пришлось установить эмулятор Android на ПК. Все будет немного кривовато, но в целом так же как и на мобильном, только горизонтально. Итак, добавляем фото. Мы его можем покрутить. Тут есть направляющие. Это круто. Далее можно увеличивать пропорционально и непропорционально. И пробуем убрать фон. Нам говорят, что это платная фича. Немного странно, потому что вырезание фона есть и здесь. И здесь все работает на бесплатном тарифе. Хотя возможно там все работает гораздо круче. Можно самому обвести контур. Он вырежет неровно по контуру, а как бы подумав. Ну, попытается понять, что вы хотели, но с большой долей вероятности не угадает. Видите, волосы почему-то отрезал и один глаз. Можно добавить область в отделение с помощью кисти. Или наоборот убрать все лишнее с помощью ластика. Но результат получился не идеальный. Хотя если повозиться, можно вырезать и вполне неплохо. Но если вы предложите то же самое сделать приложению самостоятельно. То есть мы говорим, что мы хотим вырезать человека. И спустя какое-то время человека оно нам и вырезает. Достаточно неплохо, кстати, вырезает. Если хотите, можете также доработать. Но мы оставим все как есть. Ну что, вполне. Так, давайте еще какие-нибудь инструменты погоняем. Вот, например, ну совсем такой цыганский прикол, но заявлено же, что это для поколения зумеров. Хотя не уверен, что они этим пользуются. Это больше подходит для одноклассников. Так, можно еще добавить рамку. Тоже из серии одноклассников. Но если мы сейчас залезем в обработку изображений, то это надолго. Тут, кстати, хороший алгоритм по цветокору. Ну не DaVinci, конечно, но не игрушечный, как в большинстве подобных приложений. Так, ну еще добавим вот такую штуку. Есть ли здесь кисти? Есть, и их тут даже несколько. Ну и добавим текст. Кстати, шрифты он у меня почему-то не распознал. Возможно, это проблема работы не с мобильного, а в эмуляции. Ну и все. Сохраняем. Вот это, возможно, тоже может вас запутать. Потому что саму фотографию он сохраняет автоматически в галерее, причем как JPEG и вполне себе в приличном разрешении. Но здесь почему-то пишет, что сохранение в JPEG платное и возможно только на тарифе Gold. Вообще следите за тем, что вам тут предлагают под видом платных услуг, если вы на бесплатном тарифе. Возможно, без этого вполне можно обойтись. Ну и напоследок еще раз скажу, что рассказал я далеко не обо всем. Одна только вкладка инструмента чего стоит. Тут даже кривые есть, хотя они конечно немного детские. Но всякие интересные штуки здесь иногда можно найти. И даже не только интересные, но иногда и полезные. Действительно чем-то похоже на фотошоп. Я вообще не использую мобильные приложения для серьезной работы, особенно связанные с дизайном. Мне кажется они крайне неудобны и по функционалу больше подходят для баловства. Но тут действительно есть уже что-то похожее на функционал. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.